Здарова! Это обзор Эдмопорк, я Трэш и это вторая часть рубрики, которой вы так и не придумали название. И начнём мы выпуск с очередного заказа на топы. Подписчик с ником Wizard попросил составить топы игр по сети. Я мало играю по сети, так что не судите строго. На моей памяти одним из лучших считаются Blitz Brigade, World of Tanks Blitz, Wolken War Robots, Worms 2 Armageddon и Shadowgun. Blitz Brigade можно спокойно назвать мобильной Team Fortress. То самое противостояние синих и красных. Те самые классы героев и оружия, разве что добавили управление транспортом. Но оно и круто, думаю каждый бы хотел что-то подобное на своём мобильном устройстве. К тому же не хочешь мультиплеер, проходи себе 120 одиночных заданий. Конечно же все вы знаете потрясающий мультиплеер World of Tanks. Легендарная военная техника, разнообразие боевых карт, танков и потрясающая графика. Прокачка танка, сражения 7 на 7, более 200 видов одних только танков и 18 боевых локаций. Что ещё нужно для веселья с друзьями? Но если вам не по вкусу передвижение по карте на гусеницах, то предлагаю окунуться в захватывающий мир будущего Walking War Robots. Тут бои проходят в режиме 6 на 6. Но оно и понятно, из-за такого залпа роборакет на карте творится хер знает что. Помимо обычных дедматчей, ты сможешь выполнять задания для получения новых запчастей. Если же вы больше относите себя к тактику и любите пошаговые сражения, то я напоминаю вам о легендарных червяках 2, которые никогда не устареют. 12 режимов игры, возможность игры до четверых игроков и сотни изощрённых орудий убийств, от суперовцы до пневматической дрели. Игра отлично убивает время и подымает настроение. Ну а если уж совсем захотелось экшончика с укрытиями и перекатами, то добро пожаловать в Shadowgun. Игра до сих пор восхищает своей графикой и боевой системой. Приглашай друзей, сражайся в режиме 6 на 6, подбирай аптечки, комплекты боеприпасов, гранаты, броню и невидимость. В общем, тут всё на уровне серьёзных ПК-мультиплееров. Даже геймпад можешь подключить и чем не гирсофор на планшете. Для тех, у кого слабое устройство, или ему просто захотелось узнать о чём-нибудь хорошем, что он мог пропустить или позабыть, я предлагаю отправиться вперёд в прошлое. В поисках хорошей головломки я наткнулся на настоящий шедевр в 3D-формате 2013 года под названием Robo 5. Каждый уровень в Robo 5 состоит из хлама, по которому тебе необходимо взобраться на вершину. Тапом по окружающим кубам ты будешь тянуть или толкать в зависимости от их положения. Добравшись до верха, ты сможешь перейти на новые уровни и побывать в 5 разнообразных мирах. Ну а сейчас давайте узнаем, какая игра стала лучшей на этой неделе. Студия Killu, подарившая нам легендарный раннер Subway Surface, на днях выпустила своё новое детище под названием Downbringers. Игра представляет из себя RPG с открытым миром, что не может не радовать, ведь сейчас подобных игр на пальцах сосчитать. Из минусов можно перечислить разве что слэшерную систему боя. В остальном это классическая, великолепная сюжетная RPG с прокачкой и красивой стилизацией. А сейчас давайте узнаем, чего нам стоит ожидать на Android в ближайшем будущем. Главный, я бы сказал, не анонс, а скорее слух недели состоит в том, что карточная игра Гвинта от всем любимых CD Projekt Red, скорее всего, выйдет на Android. Наверное, уже все слышали о том, что Гвинт станет отдельной полноценной игрой с роскошной анимацией и балансом. По всей видимости, это прямой конкурент Близзардовской Hearthstone. И я вас уверяю, что точно так же он не сможет обойти мобильную платформу стороной. Как утверждают сами разработчики, пока игры на мобильной платформе не будет. Но все мы знаем, что значит пока. Ну и напоследок, давайте поднимем себе настроение занятным трэшем. Любите платформеры, хэви метал, длинные усы и червей? Тогда Iron Worm это то, что дьявол прописал. Разве вы видели что-то бредовее, чем червь-металист с булавой на хвосте? Ну разве это не прекрасно? Этой самой булавой тебе предстоит крушить черепа врагов на протяжении 10 увлекательных уровней. Передвижение, конечно же, основано на физике. И только правильный расчет поможет сохранить голову металиста целой и невредимой. Главное, свою этой игрой не травмируй. Напоминаю, что в каждом обзоре скрыта одна печенюшка с предсказанием. Тот, кто первый ее обнаружит, указав время и ссылку в ВК, получит от меня сигну на стенку. А на сегодня это все. Ставь лайк, делись видео с друзьями, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай подписываться на наш канал. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok